Приветствую всех, меня зовут Сергей Спиридонов, я являюсь руководителем компании «Строй.Живи» в Калининграде и Калининградской области. Мы уже более двух лет строим энергоэффективные и высококачественные экологические каркасные дома. У нас построено уже несколько десятков домов. Продолжение следует... Сейчас я расскажу пять реальных причин. Почему нас выбирают заказчики. Итак, первая реальная причина, почему нас выбирают заказчики, это проект. Наша компания уже более десяти лет занимается проектированием каркасных домов. Это уже шестое поколение проектов. Если у вас проект на 7-10 страничек, то это, скорее всего, не проект, а всего лишь эскиз этого проекта. Настоящий проект выглядит примерно на 50-70, а то и 100 страниц. Здесь вся документация по технической части, начиная от фундамента, количество пиломатериала. Здесь распределены все нагрузочные свойства. Даже указано для строителей, куда и где нужно забивать гвозди. Именно такой проект позволит вам построить качественный дом, в котором вы можете жить долгие-долгие годы. Также в проекте указана вся необходимая документация по материалам, по их количеству, по количеству квадратных метров на стены, полы, потолки того или иного материала. Почему каркасные дома набирают все большую популярность? Это такой же капитальный дом, как и любой дом из газоблока, либо кирпича, либо керамоблока. Но у него есть главное отличие, это его стены. Стены здесь сделаны из дерева и на 70% заполнены утеплителем. Правило это минеральный утеплитель, либо стекловата, либо каменная вата. Что дает возможность сделать дом более энергоэффективным и экономить на отоплении. Также за счет того, что стены сделаны из дерева, дом получается гораздо легче, чем каменный. Его можно расположить даже на сваях. Свойный фундамент это такой стандарт для каркасных домов. Они могут как металлические, так и железобетонные, как в данном случае, в данном проекте. Тут важно соблюсти все правильно расстояния между сваями. Но это все нам задает проектировщик уже. В каркасном доме также можно применять все те же стандартные виды фасадных материалов, как и в каменном доме. Это декоративная штукатурка, это любые виды сайдингов, например, фиброцементный сайдинг. Также можно использовать деревянную отделку, что часто тоже делают. Ее можно покрасить в любой цвет. Ну и в принципе, любых форм, любых видов, любых размеров использовать на фасаде. Также можно сделать декоративный камень. Кровля, в принципе, здесь делается такая же стандартная, как и в любом каменном доме. Можно сделать фальцевую кровлю, можно сделать обычный профлист, можно сделать металлочерепицу, можно керамическую черепицу. Кому как больше нравится. Помимо качественных пиломатериалов, мы также стараемся все узлы в доме использовать высокого качества. Например, это окна и дверь. Потому что если будет дом построен качественно, но окна будут некачественные, толку от этого не будет никакого. Ну или дверь будет стоять неправильно. Дверь мы ставим обязательно с терморазрывом. Это позволяет отделить холодную часть наружу от теплой части, от внутренних помещений. Вот этим самым терморазрывом, который, собственно, блокирует холод. Толщина стен. По нормам у нас на Калининградскую область толщина стен должна быть от 150 мм. Практика показывает, что 150 мм достаточно для стен, чтобы дом был энергоэффективный. В принципе, можно сделать еще перекрестное утепление, чтобы добавить дополнительную энергоэффективность. Это даст возможность еще больше экономить на отоплении, но это не обязательно. Стены обязательно на перекрытие полов межэтажных делаем 200 мм. Стены 150 мм. Внутри стены 150 мм либо 100 мм по желанию заказчика. Продолжение следует...